Казна Украины практически пуста. Если страна не получит срочный кредит из-за границы, ей грозит финансовая катастрофа. Таково мнение ведущих мировых экономистов. При этом новые власти Украины говорят, что у нее достаточно резервов, чтобы заручиться помощью Международного валютного фонда. Глава правительства Арсений Яценюк уже не раз повторял, что готов идти для этого на любые, даже самые непопулярные меры. О том, по силам ли премьеру Яценюку спасти Украину, в материале Дмитрия Хухлаева. Перед киевскими банкоматами толпы людей. Указом руководства Украинского Центробанка сумма валютных изъятий со счетов ограничена 15 тысячами гривен, что эквивалентно полутора тысячам долларов. Одна из главных финансовых задач новой власти – избежать массового вывода из страны иностранной валюты, с чего и начал сегодняшнее заседание ЦБ Украины его новый председатель, бывший преподаватель математики. На данный момент валютные резервы Украины составляют всего 15 миллиардов долларов по сравнению с почти 18 на 1 февраля. 3 миллиарда были потрачены прошлым кабинетом на валютную интервенцию, чтобы удержать гривну от свободного падения. Некоторое время курс искусственно поддерживался на уровне 10 гривен 10 копеек за доллар, однако сегодня упал еще на 40 копеек до исторического минимума, что лишь добавило панических настроений в обществе. Я еду и смотрю очередь, думаю, надо снять. Я здесь, потому что паника. Сказали, нужно срочно снять деньги, потому что может поразить любой сбой. Новый глава украинского кабинета Арсений Яценюк сегодня дал понять, что поступление иностранной помощи не за горами. Могу сказать, что мы наблюдаем позитивные сигналы. Конкретные шаги по выделению помощи Украине делаются прямо сейчас. Я говорил с министром финансов США, с главами международных финансовых организаций и Евросоюза. Наше министерство финансов вырабатывает механизм для получения Украины финансовой помощи. Накануне Яценюк говорил о кредите в 35 миллиардов долларов. Руководство МВФ в срочном порядке, вылетевшее для консультации в Вашингтон, пока избегает конкретных цифр. Сейчас абсолютно преждевременно оценивать финансовые потребности Украины. Мы должны оценивать конкретные факты, ситуацию, какая она есть. Мы не видим в происходящем ничего критического, ничего, что может вызвать панические настроения. И мы, конечно, надеемся, что украинские власти будут избегать жонглирования цифрами, что абсолютно бесполезно до того, как они будут оценены соответствующим. Другие участники Вашингтонской встречи, напротив, считают, что ситуация в Украине крайне сложная, и здесь не обойтись без России. Стабилизация в Украине возможна только в том случае, если мы привлечем к этому как можно больше партнеров. Это означает, что МВФ хочет совместных координированных усилий не только от США и Евросоюза, но и от России. В наших интересах, чтобы Россия выполнила финансовые обещания, которые она дала Украине. Иными словами, украинцы и Ценюк, не торопитесь, капиталисты просто так деньгами разбрасываться не будут. А Россия новой власти никаких обещаний не давала. Чтобы получить западные кредиты, Украине придется пойти на болезненные жертвы. Предоставить кредиторам развернутый бизнес-план, главное слово, в котором сокращение почти всего, зарплат, пенсии, социальных программ, единственное, что нужно будет повысить, это налоги. Подобные крайне непопулярные меры унесли уже ни одно европейское правительство. В Италии глава кризисного кабинета, технократ Марио Монти, выполнил все условия МВФ, получил транше, но в итоге был вынужден уйти в отставку на волне народных волнений, не продержавшись у власти полутора лет. У Яценюка богатый опыт не только в политике, но и в бизнесе. То и другое он знает изнутри. Он умеет лавировать и блефовать. Сейчас он взял на себя роль спасителя нации и уже предупредил, что выход из кризиса не будет ни легким, ни быстрым. Что положение в стране, где миллионам жителей уже много недель не платят пенсии и зарплаты, будет лишь ухудшаться. Это горькая реальность. С этим согласны в столицах по разные стороны океана. Вопрос, как отреагирует на это еще не остывший от крови Майдан. Дмитрий Хухлаев, телекомпания Артевиай.